Черная пятница продолжается. Цены ниже заводских в сети ювелирных салонов Аметист. Не веришь? Проверь. После рекламы возвращаемся к теме годовщины битвы за Москву. В Высоковске сегодня вспоминали своих солдат. Город освободили от фашистов на день позже Клина, 16 декабря 1941. А сегодня в городском парке стреляли и бомбили, молчали и кричали «Ура!». Как это было, расскажет Татьяна Барулина. Погода сегодняшняя. Хорошо показывает, как было в то время все это. Прямо пропитываешься духом войны, как сказать. Почувствовать себя в шкуре настоящего воина, бойца. Клин освобожден, но в Высоковске еще сидят немцы. Наши части то и дело натыкаются на мины, огнестрельные залпы. Враг в засаде. Его задача задержать советских солдат. Потянуть время, чтобы основные немецкие силы успели отступить. Поэтому оборона здесь была не сплошная, а очаговая. Вот вы видите, типичный опорный пункт, что были на высотках, в районах дорог, которые, чтобы задержать продвижение. Зимой война движется по дорогам. По целям много не навоюешь. Двигались на Высоковск со стороны Клины. Это реконструкция того самого победного дня. 16 декабря 1941 года Высоковск был освобожден. Тяжело было. Все у нас отобрали, из дома выгнали. Мы ничего в чем стояли-то, в том ушли. По соседям то у одних, то у других ночевали. Так вот пережили эти дни. Татьяна Андреевна Бабенко вспоминает те страшные дни и товарищей, которые не вернулись. 84 высоковчанина похоронены в парке в братской могиле. По традиции, в годовщину освобождения города здесь собираются его жители, чтобы положить цветы и помолчать. Но эту тишину разрывают залпы снарядов. Победных снарядов. Татьяна Барульна, Максим Максимов, Дмитрий Кириллов. Новости дня.